Сидя за кухонным столом Во мне не осталось ни малейшей надежды. В памяти всплыла картина недавнего прошлого. Солнечный, радостный день крещения. Дорогие братья и сестры, дружное пение, белые одежды. Я нашла моего Господа в 27 лет. Вместе со мной обратился к Богу и муж. Кончилась жизнь без Бога, наполненная скандалами, пьянками и постоянным страхом. По берегу громко проносилась твердая верую. И из воды по одному выходили люди с сияющими лицами. Последними выходили мы. Супруг крепко держал меня за руку. «Вот она, новая жизнь! Вот оно, истинное счастье!» Думала я, выходя из воды. «Держись, Христа! Держись, как только можешь!» Разносилась по тихому берегу пение молодежи. Ко мне подошла одна старица и, обняв, шепнула на ухо. «Ирочка, да благословит вас Господь! Живи на земле и храни истину!» «Спасибо, Валентина Ивановна! Молитесь о нас!» «Конечно, ласточка, конечно!» К мужу подошел диакон. «Игорь, будь тверд и мужествен! Бог досохранит тебя!» Так мы приобщились к церкви. Новая жизнь била ключом. Все было прекрасно. Мир в сердце, мир на работе, мир в семье. Новые друзья, совместные беседы и молитвы. Казалось, что так будет всегда. В тот вечер я пришла домой поздно. Работая в больнице, я часто задерживалась. Переступив порог квартиры, я сразу почувствовала витавшую в воздухе тревогу. «Дорогой, я пришла! Прости, задержалась! Опять пациенты!» Но муж не обратил на меня никакого внимания, продолжая сидеть ко мне спиной. Подойдя ближе, я увидела рядом с ним большую трехлитровую бутылку и стакан с коричневой жидкостью. По телу пробежал холод. Ноги стали ватными, и я медленно опустилась на стул. В последние дни Игорь был каким-то странным, раздражительным, замкнутым. Я догадывалась, что в его сердце происходила борьба и молилась. А теперь... «Не выдержал!» — хрипло произнес он. «Я не могла выдавить из себя ни слова!» Вдруг Игорь встал, взял бутылку и направился к двери. «Игорь, ты куда?» — бросилась я за ним. «Не надо, пожалуйста, не надо!» Муж отстранил меня. «Уже ничего не изменишь. Меня отлучат, как только узнают. Я соль, потерявшая силу». Дверь захлопнулась. Я не могла поверить в случившееся. Упав на колени, горько зарыдала. Прошлое вернулось. Ночь я провела одна. Утром Игорь тоже не вернулся. И теперь, сидя за кухонным столом, я бесцельно смотрела в окно. Бессонная ночь сменилась безрадостным утром. Молиться и читать Библию я не могла. Мне так хотелось разделить с кем-то свою боль. Но с кем? Взяв телефон, я стала пролистывать блокнот с номерами друзей. Кому можно доверить свои переживания? Лысак Светлана. Здесь я остановилась. Светлана была доброй, мудрой христианкой. Будучи одного возраста, мы быстро нашли общий язык. Нередко вместе общались, молились. Я решилась. В трубке послышались гудки. Один, шестой. На душе стало тяжелее. Одна, совсем одна, подумала я. Может, сходить куда-нибудь? Я наскоро оделась и вышла на улицу. Легкий ветерок обдал лицо свежим воздухом. Дождь закончился, оставив в память о себе большие и маленькие дворовые лужи. Как поступать? Что будет дальше? Возникали вопрос за вопросом. Жаль, пресвитер приедет только завтра. Господи, помоги мне! На моем пути вырос серый пятиэтажный дом. У нем жила одна христианская семья. Николай и Роза были немного старше нас с Игорем. Николай был хорошим проповедником и внимательным собеседником. Часто после собраний кто-то из членов церкви подходил к нему для бесед и молитв. Может, зайти к ним, может, он и меня выслушает. В моем сердце появилась надежда. Но что же я скажу? Стоя у подъезда, я боролась со смущением. Но потом решительно зашла в дом. За большой железной дверью послышалась приятная мелодия звонка. Через несколько секунд на пороге появился Николай. О, Ирина! Рад тебя видеть! Добрый день! Ты, наверное, к Лизе пришла? А она с малышами уехала к родителям на весь день. А, извините, ну... Приходи завтра, будем рады! Улыбнулся брат и закрыл дверь. С минуту я стояла, как каменная. Затем по щекам медленно поползли слезы. Я пошла вниз по лестнице, оставляя на бетоне следы невысказанных переживаний. На меня нашло какое-то мучительное чувство оставленности. Кому угодно, кому угодно, стучало в висках. Желание выговориться росло с каждой минутой. Я перешла дорогу и направилась к Свете, которой так и не дозвонилась утром. Может, у нее просто что-то с телефоном? С надеждой подумала я. Мой путь проходил через улицу, на которой находился наш дом молитвы. Именно в тот момент, когда я уже хотела пройти мимо, в душе прозвучал вопрос. «Почему ты идешь к кому-то, но не ко мне?» Он прозвучал так четко и ясно, что я с изумлением остановилась. Обернувшись, я обвела взглядом наш небольшой дом молитвы. Как много теплых воспоминаний было связано с ним. Здесь я впервые услышала о Боге, о Его вечной любви. Здесь родилась свыше, обрела духовную семью. Я робко подошла к дому и позвонила. Дверь открыла Валентина Ивановна, пожилая сестра, которая жила здесь. Как всегда улыбаясь, она обняла меня и завела в дом. «Ирочка, заходи, заходи, ласточка моя! Ты ко мне или Господу?» «Господу! Можно я здесь помолюсь?» «Конечно, моя милая, я пойду к себе. Когда будешь уходить, захлопни дверь». Старица удалилась. Какое-то странное чувство наполнило меня. С трепетом я прошла вперед и опустилась на лавку. В зале царила непривычная тишина. Мой взгляд скользил по настенным плакатам. «Отче наш, сущий на небесах!» Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот к кому мне сразу нужно было идти! И ведь это можно было сделать и дома! Христос всегда рядом со мной! Озаренная я с горячими слезами встала на колени. «Господи, прости меня! Прости меня за то, что я не к Тебе спешила, что не в Тебе искала покой!» Моя душа открылась Творцу. Горячим потоком изливала перед Ним всю свою боль. В какой-то миг я почувствовала, что Христос близок ко мне как никогда. Он стоит рядом и нежно гладит меня по голове. Он все понимает, понимает без слов. Понимает и хочет помочь. Сколько я стояла на коленях, не знаю. Но молилась я до тех пор, пока не ощутила облегчения. Божественный мир, который я потеряла, вновь наполнил мою душу. Встав с колен, я получила внутреннее свидетельство, что падение моего мужа не навсегда, что он больше никогда не будет пить. Это свидетельство было настолько твердым, что я не допускала ни капли сомнения. Успокоившись, я услышала в душе нежный голос моего Господа. «Иди с миром!» И я пошла. С того дня мой муж больше ни разу не прикоснулся к спиртному. И я усвоила для себя ценный урок. Когда на меня обрушиваются какие-то невзгоды, нужно прежде всего идти не к кому-нибудь, а к Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok